Сергей, привет. Привет. Ты сегодня был участником очень интересного, на мой взгляд, эфира, посвященного пентестам. Пентест — это такая современная романтика, как я говорю, для айтишников и бэшников, интенсационной безопасности. Давай немножко поговорим на эту тему, но с точки зрения интегратора, который ты представляешь. Итак, что такое пентесты, на твой взгляд? Начнем с основ, потому что сегодня на эфире мы не пришли к единому знаменателю. Ну, действительно, мнений, что такое пентест, довольно много. Сам пентест, он очень многогранен, но если бы я сокращал как-то эту формулировку до минимальной, я бы сказал, что пентест — это практическое моделирование действий нарушителя. А есть какая-то специфика пентестов у интеграторов? Как проводятся работы, я думаю, специфики здесь не будет. Но в каком формате, какие заказчики у нас, какие условия работ — здесь, конечно же, сказывается тот рынок, с которым мы работаем. А мы работаем не только по России, мы работаем по СНГ. Поэтому у нас есть требования не только от регуляторов российских, но есть какие-то дополнительные запросы. И в целом это не какие-то классические могут быть услуги, то есть в плане внешний пентест, внутренний пентест. Это могут быть вполне себе специфичные запросы, то есть протестируйте нам какую-то конкретную технологию. Или вот нас вчера взломали, попробуйте найти ту же самую точку входа, где нам взломали. И вообще в целом быстро и экспертно проведите нам пентест. Или мы не можем своему руководству объяснить, зачем нужен пентест. Можете ли буквально за два дня прийти и продемонстрировать. И у нас действительно это получается. А запросы, к которым приходят заказчики, они уже более конкретные? Видишь ли ты развитие изменения за несколько последних лет, например? То есть заказчик приходит и говорит, что ему конкретно надо сделать? Они настолько уже опытные в этих вопросах стали? Ну, зрелость самого рынка само собой увеличивается, да и требования регуляторов конкретизируются. И поэтому сами заказчики точно знают, чего хотят. При этом уже даже какие-то, как я уже ранее сказал, появляются специфичные запросы. То есть это может никому не надо, ну, в плане по документам, но заказчик хочет, а можно ли как-то вот еще вот эту технологию использовать во вред? Ну, то есть проверьте. И сама зрелость, то есть пентест это всего лишь там один уровень зрелости. И он отвечает на вопросы, я не знаю, как сделать так, чтобы нас не взломали. То есть найдите все, ну, либо просто продемонстрируйте, что нас можно взломать, либо найдите все точки входа. Но, как мы понимаем, система информационная, она динамична, она все время развивается. И надо иногда уже отвечать на вопросы, а что делать, когда нас ломают? И вот мы имитируем такие действия, когда мы постоянно ломаем заказчика, это так называемый рад-тим. У заказчика есть блю-тим, это кто защищается. И есть purple-тим, это команда, которая оркестрирует действия двух других команд. То есть и такие услуги, они действительно в последние годы стали появляться, и мы их тоже оказываем. То есть вы работаете уже на опережение? Да, мы работаем на опережение, ну, мы помогаем. То есть, в принципе, то, что в инфраструктуре есть какой-то недостаток, есть какая-то уязвимость, с этим уже надо жить. Да, вопрос в том, как с этим жить, то есть и что делать, когда вас ломают. И чтобы к этому подготовиться, надо постоянно тренироваться, и в том числе заказывать вот такие услуги, как рад-тим. Давай поговорим немного о кадрах, пентестеры, как вы их находите, по каким критериям отбираете, как попасть в команду. Да, это хороший вопрос, потому что, несмотря на то, что вузы выпускают каждый год новых специалистов, все равно на рынке образуется такой некий дефицит именно экспертизы. С чем это связано? Наверное, с одной стороны, с тем, что не все студенты реально знают, что делают пентестеры. То есть их учат безопасности в общем. И это обычно defensive. А мы оказываем услуги offensive, то есть услуги нападения. И этому в вузах только-только учат, и то, скорее всего, это надо участвовать в каких-то соревнованиях. Либо, если кто-то из тех, кто уже выпускников, он приходит и проводит какие-то курсы. Российское законодательство помогает или, наоборот, мешает пентестерам и этому направлению? Российское законодательство в последние годы добавляет некоторые формировки, которые обязывают разные типы компаний проводить пентесты. И это является таким стимулом. То есть заказчик мог никогда не хотеть пентеста или не думать об этом, но у него регулятором говорит, тебе надо. И надо, возможно, только какой-то узкой области. Но заказчик начинает переосмысливать вообще, что это такое, что это за история. И он помимо требований регулятора может заказать вообще комплексный пентест. И то есть это действительно является драйвером. Но при этом при всем, если мы так исторически кинем взгляд, то где-то до 2000-х вообще можно было как-то там ломать системы, воровать деньги, клонировать карточки. И все было... Ну, в принципе, законодательство за этим не успевало. И хакеры оставались в тени, так скажем. После этого, видимо, законодательство, не только российское, но российское в том числе, закрутило хорошо гайки. Сейчас есть административная ответственность, уголовная ответственность, гражданская ответственность. И сейчас, даже проводя вот такие легитимные работы, и сам регулятор, конечно, их обязывает проводить, все равно есть такие области, которые могут попасть под двойную трактовку. То есть это легитимные действия по договору, или это уже несанкционированные действия, за которые специалисты могут действительно попасть под вот эти ответственности. Например, в случае с практики, немножечко там как бы про уязвимость, не про пентест, а про конкретную там уязвимость. То есть в свободное время у нас коллеги искали уязвимости. Ну, в том числе и я. Нашли уязвимости в камерах российского вендора. И, ну, как бы сообщили вендору, что необходимо устранить эти уязвимости. Ну, вендор не был в этом заинтересован, и уже, наверное, прошло год с тех пор. И до сих пор есть люди, которые пользуются этими IP-камерами. И я бы не гарантировал то, что их персональные данные остались, ну, как-то не во всем интернете торчат. То есть есть какие-то уязвимости. И получается, что вендор устранять не хочет, он не попадает в какие-то реестры российского ПО, и поэтому регулятор ему ничего не может требовать с него. Но люди продолжают пользоваться этой технологией, их данные остались как-то так в опасности. И с этим ничего сделать нельзя. И при этом, если я или кто-то из коллег раскроет эту информацию без разрешения вендора, то мы вполне себе можем получить административные, гражданские и уголовные иски какие-то. То есть вы не передаете эту информацию и на совесть вендора полагаете, как дальше он будет? Есть такие случаи, когда вендор не соглашается, мы никуда не передаем, эта информация только у нас. Но, конечно, есть и хорошие примеры, когда мы взаимодействуем с вендорами, взаимодействуем с заказчиками и спустя какое-то время после устранения уже сообщаем о ней. Но это получается как один из недостатков нашего законодательства? То есть компания провела пентесты? Оно не успевает. Оно не успевает. Да, за пентестами, за ратимами. Оно... Даже вот разница трактовок. Непонятно, что такое пентест, что такое анализ защищенности. Обычно это просто надо проводить, раз с какой-то периодичностью. И понимай, как хочешь. И поэтому сами заказчики могут дополнительные требования к формулировкам из каких-то документов добавлять. И только таким образом, ну, как-то там, что-то можно усреднить. Ну, как разные команды что-то делают. Я думаю, что законодательству, ну, как-то необходимо уже как-то... Подстраиваться. Да, эту тему прокачивать, подстраиваться. И в том числе ослаблять гайки для исследователей. Ну, потому что есть реально эксперты. Они могут искать уязвимости даже не за деньги. Ну, то есть бесплатно. Ну, ради там, блага всего человечества. Но при этом эти люди рискуют, что их посадят. Такого не должно быть. Давай поговорим о трендах перспективы развития этого направления. Ты сказал, что и в российском законодательстве и на международном уровне есть разные трактовки и так далее. Вот первый вопрос. Ты видишь принципиальные отличия международного рынка и российского рынка пентестера? Или нет таких различий? Я не анализировал вот разные страны как бы в частности. Но если как-то смотреть глобально, наверное, зарубежные, ну, как-то глобальные международные документы, они чуть более формализованы, чем российские. В российских очень много опущено. И то есть трактуй, как хочешь. Ну, тоже, наверное, не про все. Возможно, какие-то стэковские документы, конечно, местами конкретизированы. Но при этом возникает ситуация, что если слишком конкретизировано, то исполнители делают только то, что с них требуется, и получаются какие-то слепые зоны. То есть хакер, он действует ситуативно. Он сейчас то, что может использовать, он использует. Он не будет действовать строго там в каких-то ограниченных рамках. Да. Что бы я еще порекомендовал как-то вот законодательству, как меняться, и в целом как заказчикам смотреть на эту историю с пентестами. То есть те, у кого пентестов еще нету, это уже даже отчасти, я не знаю, в прошлый век, это уже должно быть нормой. То есть пентесты проводить, это уже должна быть норма. Не важно там силами собственными или внешними. Уже это как бы сейчас ратим. И то уже такая зрелостность на рынке должна возникать. А те, кто уже делает пентесты не первый год, я бы им порекомендовал, наверное, отходить от модели черного ящика. Это когда никакие данные не предоставляются пентестерам. Ну, потому что делая очередной раз пентест в сжатой сроки и не имея никаких входных данных, можно не добиться никакого результата. То есть мы в первый год приходим, ломаем всю систему, даем какие-то рекомендации. Заказчик, конечно же, если он ответственный, эти рекомендации устраняет. И зачем же эти работы делать спустя год? Так дайте нам дополнительную информацию, дайте нам дополнительные уровни доступа, дополнительные модели нарушителя. Давайте прорабатывать вообще со всех сторон все нюансы. Но пока что зрелостей не хватает. А есть какие-то требования к компаниям, которым, как ты говоришь, уже требуются пентесты? Вот есть несколько, там, пять, например, ключевых критериев, по которым вы определяете, что компании действительно это необходимо? Ну, мне кажется, любая компания в штате, там, от 20, может, 50 человек. Размер. Ну, я не говорю про какой-то дорогой пентест, там, от миллиона рублей и выше. Не обязательно, да, даже сертифицированных каких-то там искать специалистов. То есть пентесты, это уже должно быть как процессом. Ну, вообще информационная безопасность должна быть как процесс в IT, а пентесты как подпроцесс в ИБ. То есть это уже с чем надо жить. И я думаю, что это обязательная история. Ну, это один из трендов, да? Как я понимаю, на ближайшие 3-5 лет, чтобы осведомленность и компания росла и в этом направлении. Ну, наверное, кто-то, кто начинает там вот как предприниматели строить бизнес, они думают, зачем они тратят деньги на безопасность, а еще, в частности, и на пентесты. Угу. Но, я думаю, такие вопросы отпадут, как только у них случится какая-то первая течка, первый взлом, когда просто или шифровальщик какой-то зашифрует все данные, они поймут, насколько как бы на моменте там планирования или проведения несовместимы были какие-то там финансовые потери. Ну да, у нас сегодня был такой опрос для зрителей, после чего вы стали заниматься, да, этим направлением. И многие ответили, что после того, как произошли какие-то инциденты либо в своей компании, либо в компании там конкурентов и так далее, да, пока у нас вопрос не встанет ребром, у нас никто этим заниматься не будет. Правильно я понимаю, что пентесты сейчас это такая информационная гигиена, да, необходимая любой компании? Да, да, именно так. Спасибо большое за интересное интервью. Будем рады видеть на эфирах снова. Вам спасибо.